Субтитры сделал DimaTorzok Начнем с того, что я уже сходил туда в начало, вставил в гайдпост этот солнечный ключ, там где были улитки, ну в самом начале, недалеко там от рыбака, теперь мы можем телепортироваться туда, и конечно я исследовал также крышу, и на крыше было найдено золото, я не стал его собирать, подумал, почему бы нам не собрать его вместе, давайте так и поступим. Кроме золота не нашел ничего, хотя я исследовал тщательно, да, кстати, вот эти ребятки, они вроде как отличаются что ли от тех, что были в начале, ядовитые болтейлы, разновидность болтейлов, их жало ядовито. Так Теперь, друзья Походим по крыше и пособираем золото 70, 45, 75, ну, какое-то количество золота здесь есть. Вот еще, но это, кстати, да, не заметил сразу. Здесь есть еще чей-то скелет. Вот, но на нем нет ничего, только кости. Так, осторожно, осторожно. Как будто мгла сгустилась, либо она... Ух ты, как высоко там приви... Вы видели там привидение? А как? Во-во-во-во! И исчезает. Может какое-то секретное привидение? Может его сбить на дамаге оттуда? Я только хотел сказать, что мгла сгустилась, луна практически перестала виднеться, и тут... Давайте поставим фаербол, попробуем по нему попасть. Может он... Нам сразу лунный меч из него дропнется. Не, ну это вообще интересно. Это может быть какой-то баг, это может быть просто декорация, которая призвана нас устрашать. Так, это я не то поставил. Секундочку. Нам не вол, а бол, пожалуйста. Блин, стремно. Ну я просто не успею, он исчезает. Во-во-во-во-во! Да, это видимо просто такая анимация, чтобы пугать. Но вы видели здесь такое привидение? Скажите честно, друзья. На VirtuaZilla Game World я показываю вам в играх все. Так, ладно. Ладно. Теперь еще один момент, который хотел вам показать. Да хорош меня жрать! Два раза золото дрогнулось из двух частей видимо его тела. Так, ну они тут постоянно кружат над замком Харвина. То есть, это можно с ними тут сражаться и сражаться. А у нас девяносто четыре тысячи экспы. Так вот, что еще хотел показать, друзья. Вот здесь. Так, это я уже слишком... Можно вот так вот аккуратненько вот так оп на стеночку перепрыгнуть. Я не знаю, ходили ли вы здесь. Я это изучил. Я думал, мне сейчас тут попадется что-то крутое. Но, к сожалению, вся эта стена пуста. По ней можно пройти вокруг по периметру замка. Можно спрыгнуть и на эту сторону, и на ту. Но очень жалко, что разработчики сюда ничего не положили. Видимо, они не предполагали, что по ней кто-то будет ходить. Вот там саламандры. Помните? Брали тут сундук. Все равно погулять по таким местам приятно. Можно представить, что сейчас очередная ночь, когда еще тут, наверное, на острове все было в порядке. Король был жив. Замок был не наполнен нежитью, а стражниками. И вот мы несем свою ночную стражу, ночную варту здесь на стене замка. Так, вот с этой стороны там тоже что-то интересное. Там есть проходы. Вот как это по карте выглядит. Мы туда пойдем, когда исследуем весь замок. Теперь давайте вернемся к началу. И по внутренней стороне обойдем по периметру, а потом уже войдем в сам замок. Так, пришло время выпить ману, которой мы с вами запасались. Ну вот так хотя бы. И здесь желательно падать вот сюда. Тогда меньше урона получим. Вот так. Да, и как я уже сказал, замок переполнен нежитью. Будем зачищать. Пройдя по квадрату замка. Так, я проверял эти стены. Секретов в них не нашел. Похоже, в таких стенах секретов быть не может. Но не знаю. Еще надо проверять. Здесь пока не нашел. Вот та самая башня, упав в которую мы попали в ловушку. Но нашли ключ солнечный для гайдпоста. Я где-то видел привидение. О, это видимо уже не то привидение, которое будет исчезать. Не, ну то в небе меня совсем заинтересовало. Может какое-то у нас заклинание появится быстрое. И мы как-то попробуем еще в него попасть. Запомните это привидение в ночном небе над руинами замка Харвина. А это руины замка короля Харвина. Да, если мы нажмем уфу по зеркалу истины, то получим именно такое описание этой локации. Ну вот тут желе попадается. Отлично от фаерболов растекается. Ну а так вообще по периметру кроме толп нежити нет ничего. Ну тут 46 золота. Не скажу, они остались после смерти кого-то из скелетов или были там. Непонятно, но заходим внутрь замка. Вот это более волнительно. Я вначале думал, что он будет такой же как снаружи. Но нет. Здорово. Сразу встречает нас психи. И вот здесь секрет. Мы находим перо. Тот самый предмет. Один из тех самых предметов, о котором мы с вами пойдем спрашивать у фронтеллера. Так, теперь в эту сторону сходим. Я бы с удовольствием тоже с такой косой походил. Я не люблю так, когда ты это делаешь. Но он делает. Так, вот там стоит дядька. И лучше его не агрить хотел сказать. Я из агрил. Давайте тогда поставим вот это. Будет поэффективнее против него. Ничего себе. Выстоял после первой атаки. Тоже такой не пальцем деланный. Он не пальцем деланный. Он деланный магом огня и королем ветра. Для защиты королевской сокровищницы. Медный рыцарь. Так что не пальцем точно. Это вот зеркало истины подтвердило. Иди сюда. Я уже кулдаун откатил. Давай, иди сюда. Ух ты, пытается. Ну мы к нему можем зайти с другой стороны. Я просто хотел ему отсюда накидать. Ладно. Давайте, может с этого окна. Фигура Купер Кнайта не видна. Купер Кнайта. О! Ты что появился? Я же тебе только... Левел ап. Если для этой цели появился, я буду молчать. Слово не скажу. Так, друзья. У нас 43 и 95 тысяч опыта. Давайте к этому красавцу. Ой, там появились. Слушайте. Интересно. Что такое крепкий? Какой-то серьезный. Какой-то серьезный. Что это за звук? Это что? Что? Сам король Харвин, его дух посетил это место. Звук пугающий, честно говоря. Это вообще дядька любит респауниться после каждого нашего посещения той комнаты. Так, тут магическая лампа. Саламандры. Завыл, спрятался, но еще под конец пытался атаковать. Так, там саламандра из-за лестницы кидает. Не очень мне нравится. Сейчас я попробую вот так сделать. Там же лешка на себя приняла. А вот здесь, кстати, друзья, если рассмотреть повнимательнее поближе, посмотрите. Это как будто смайлик какой-то уникальный. Смайлик под названием Kingsfield 2. Кто там жарит? Там еще сзади саламандра. Да сколько вас тут? Выживает. Так, ладно, сейчас давайте я их почищу, а то покоя не будет. Это очевидный факт и всеми понимаемый. Поэтому, извини, давай обратно в свой горшок. А мы здесь настенную клинопись пойдем рассматривать. Смайлик Kingsfield 2, хоть в Telegram добавляю, вот он. Более того, если посмотреть подальше, у него есть шея, ноги, руки. На одной руке 4 синие точки, на другой 3. Может даже это что-то и означает. Ну и вот эти штуки, как будто какие-то лица, которые на нас смотрят. В общем, вот такой вот узор на стенах руин замка Харвина. Так, здесь два сундука. В одном тоже предмет, который у нас уже был. В другом Moonstone. У нас их уже много. Магические лампы. Так, и теперь, друзья, сюда. И мы входим в главный зал. Посмотрите, там картина. Там картина, похоже, самого короля. Мне даже страшно к одной картине подходить. Вначале идем по сторонам. Вот здесь есть секретные комнаты. Здесь эти рыцари, они крепучие. Но зато много голды падает. Если бы они здесь респаунились, я не знаю, будут ли они респауниться. Сюда можно вообще приходить на заработки. В сундуке вердайт. Ух, какие звуки. Как будто какая-то сила исходит откуда-то. Может, это как раз эти рыцари издают. Ну, о них описание такое же. Хотя они на порядок сильнее. Значительно сильнее, друзья. И золото из них падает намного больше. Но если сзади их обходить, то они туповатые. И так можно их вынести. Вот аж почти 500 золота. Это круто. На той стороне аналогично. О, это такое же, да? Я хотел делать дубль, да. Но все равно дубль надо сделать. Вдруг про запас где-нибудь пригодится для секретных целей. А то вставим туда две копии ключа. И потом уже копию не из чего будет делать. Так, еще почти 500 монет. Это не может не радовать. Ребята здесь верно несут стражу. Давайте попробуем начать с заклинания. Ну да, но видимо тоже урон не наносит пока. Он не придет в себя. Какие-то там первые пять секунд ребята бессмертные. Ну, мы почти 2000 получили. 1600 так точно. С них со всех. И у нас 10000 стало. Я рад. Так, и сейчас вот с волнением, с некоторым и даже немалым страхом, посмотрите как выглядит. Он как-то дьявольски страшен этот король. Не находите? Ну, давайте попробуем посмотреть на эту картину. Запечатано. Ты незваный гость в моем замке. Поэтому ты должен умереть. Она запечатана. То есть за ней еще что-то скрыто. Вот после этих слов должны были эти четверо пацанов выйти и зарубать меня здесь. Просто... Просто зарубать. Поэтому я вначале их посетил. Вот. Так, так. Я же хотел показать еще, что у зеркала истины об этой картине тоже есть описание. Давайте прочтем. Эта картина была нарисована магическими силами короля Харвина. Чтобы защитить его сокровища. Картина атакует всех приближающихся. Ну, или зовет стражей. Запечатано. Я пробовал, друзья, ключи. Подходил к ней. Но никакие ключи ее не распечатывают. Видимо, это... Может быть, даже придется ее распечатывать позже с самого святилища. Пока не ясно. И даже вот ключ Харвина не имеет здесь никакого успеха. Ну, ладно. Главную комнату посетили. Вообще, конечно, впечатление она произвела. И теперь у нас остается задняя часть. Что ж, у нас чешца. На Кингсфилде частенько. И там будет взаимосвязь с главным коридором у нас. Давайте сходим. Так, тут не появились эти психи? Конечно, появились. Ребята, так качественно респакт. Вот я не люблю, когда ты эту заразу делаешь. У меня теперь атака снизилась. Ну, хоть... Блодстоун выпал. Давайте я еще выпью ману. Сейчас бомбанем его магией света. Отстань. С меткостью у нас проблемы явные. Ничего себе, ребята. Я смотрю королю. Прям не понравилось, что я потревожил его. И он тут целую армию поднял. Вот сейчас хорошо. Сейчас было неплохо. Нормально поймал момент. Так, но этот хотя бы не появился. Может как раз, когда этот звук был устрашающий. Кто-то здесь респаунился. Вот этот парень просто завсегдатый. Хотя может это не парень. Может это девушка была. Сейчас уже доподлинно тяжело установить. Органы таза изучать уже не на чем. Кости быстро исчезли. Не органы, а кости таза. Органов-то и нет. Тоже уже хорошо. Хорошо. Теперь сюда. Замок Харвина мне очень понравился. Здорово. Тебе, видимо, тоже он очень нравится, раз ты здесь гуляешь. Но, понимаешь, должно остаться только один, кому замок нравится. Мне все не дает покоя то привидение, что мы увидели в ночном небе, друзья. Я как игру пройду, я даже попробую нагуглить что-нибудь по этому поводу. А вы, кстати, можете уже сейчас попробовать, если вам что-то станет известно. Ты что тут круги наматываешь? Вообще какой-то черт меня еще парализовал. То да, может вы что-то и найдете по этому поводу. Так, а есть у меня вкусный чай? Конечно, есть. Под вкусную локацию. Вкусный чай. Ты не хочешь туда в лаву прыгнуть? Там ведь лава, да? Да. Ух ты, там как будто есть какой-то остров. Да что ж ты за зараза? Ну, ну, просто посмотреть человек хотел впервые здесь. И ты вот так. Мана восполняется медленно. Как говорил Атила в игре, цивилизация опять. Что тут такое? Там прекращай эту гадость. Сразу на... Криворыл. Так, здесь еще комнатка. Но надо начинать с той. Я боюсь они меня могут с моста скинуть, понимаете? Ой, как могут? Ой, это будет неприятно. Так, сейчас я схожу еще сюда. Так, а здесь мостик обрывается. Он там, в надгробии. Кто-то там еще похоронен. Может быть, тех, кто жил в замке. Или стражников там хоронили. Вообще не помешает сохраниться, но тут ладно, без сохранения. Так, проскочили. Опасный момент, отлично. Теперь надо разобраться с этой всей корлой. И будем изучать. Сейчас пройду в самый конец. О, там водичка. Замок красиво построен. Летающие эти элементали. Слушайте, может туда как-то можно выйти? Там что-то лежит. Ладно, давайте. Так что ты мне ухо отрубил? Ухо-то за что? Начнем отсюда. Так, да, это могила солдатов. Я правильно предположил. Я здесь не был, друзья. Ну, предположения верные. Я люблю. Неужели ничего нет? Не, в могилах ничего. Здесь вот несколько оружий. Возможно, принадлежавших этим упокоенным воинам. Давайте посмотрим. Ну, понятно, что у нас уже намного оружия лучше, друзья. Но новое просто хочется увидеть. Вот, вот это боевой молот. Он хорош против скелетов. У него дробящий урон хороший. Ну, опять же, как я сказал, у нас оружие лучше. В коллекцию взяли. И то хорошо у Фротун Теллера почитать. Что ты квакаешь? Это ж не лягушка. Хотя, может быть, это как нечистые духи из книги откровения в виде лягушек. Это может быть, да. Так, теперь надо быть осторожным. Тут могут быть тоже ловушки и скелеты и что угодно. Посохи, которые я не использую в этой части, потому что эмулятора настройки так работают, что все равно не видны секретные проходы. Вот интересно, настройки эмулятора остались одни и те же, при этом в первой части благодаря им мы видели секретные проходы без Фэнтом Рот, а в этой части мы не видим их даже с Фэнтом Рот. То есть, как бы, это плата за нашу халяву в первой части, понимаете? Так, вроде бы, вроде бы все. Сюда можно кинуть еще один ключ, но нужен ли он здесь? Думаю, что нет. У нас еще один остается, я напомню. Так, ну и смотрите, куда мы выходим. Знакомое место, которое ведет к дому Джиджи. Потрясающий замок Хармина, мне очень понравился. Так, а вот теперь, когда я там все посетил, когда я увидел эту картину, которая совсем не рада была видеть меня и дала приказ убить, можно пойти попробовать со всеми поговорить. И также сходить восполниться, друзья, надо пополнить ману и пополнить ХП. Поэтому на сим смею откланяться, завершить сегодняшнюю часть, поблагодарить вас за ваш интерес к стопроцентным прохождениям, а не к каким-то посредственным. И, пожалуйста, восемнадцатая часть не заставит себя ждать, не пропускайте ее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok